Здорово, вагоны! Критий босс, которым вы столкнетесь в рейде Огненные Просторы, будет птичка Алис Разер. На бой с боссом вам понадобится в режиме десятки обычки 1-2 танка, 1-2 хила и 6-8 дпс. Бой с боссом, если посмотреть под путеводителю, состоит из 4 фаз. Но мы бой разделим на 2 фазы, чтобы было проще. Перед боем нужно назначить людей, которые будут летать и бить босса. Людей, которые будут забивать касты друидам и сливать их. А также назначить, какой танк забирает на себя какого-то птенца из яйца. Рывки и блинки не советую использовать. Вы знаете, на босса которого в сервере вы смотрите гайд и что бывает в этом деле. Первая фаза. Постоянно на этой фазе будут летать друиды, у которых будет 2 каста. Первый каст – локальное возгорание. Второй каст – прерываемый. Вам нужно будет его кикнуть. Пламенный порыв. Локальное возгорание – по сути двигающаяся огненная лужа. Пламенный порыв работает как фаерволл мага. Каст будет идти 3 секунды, и за это время желательно его кикнуть. Если не кикнуть каст, получит случайный игрок вреди по лесу урон, который желательно нужно будет продиспелить хилом. В начале боя с боссом босс кастует и билку – линька. То есть пролетит по центру, нанося при этом значительный урон всем, кто будет развиваться его поражения. То есть убегаем с центра во время этой билки. Сзади босса при этом будут появляться перья. Эти перья нужно будет использовать. За взятое одно перо, персонаж немного ускоряется в беге. И кастеры и хилы смогут кастить обилки во время бега. За взятое второе перо, персонаж ускоряется еще сильнее. За взятое третье перо, персонаж бежит с максимальной скоростью. Примещание. Когда персонаж берет третье перо, на него накладывается баф полета. И он подлетает при взятии пера вверх. Обычно с первой линьки отправляют двух дп сверх в полет, оставляя при этом все перья с первой линьки им, чтобы они наносили урон боссу. Баф полета третьего пера висит всего 30 секунд. Однако, летающие могут заметить наверху кольца, появляющиеся из-под босса. Если залететь в это кольцо, баф обновится, обратно в 30 секунд. Наверху появляются также взрывы, а значит, если ртд не будут их избегать, им придется иногда спускаться в них, вниз к хилам, чтобы те их подхилили. Со следующих линьек, всего его уди 4 за фазу, лучше отдать перья по одному хилам, танкам и кастерам. Во время боя с боссом на первой фазе будут появляться 2 яйца и 4 черви. У каждого из яиц нужно будет назначить по одному танку, которые будут их водить. С яиц вылупятся 2 птенца, у которых будет постоянная агрона, того персонажа, который будет ближе к нему. То есть все дд должны будут отойти от яиц, а танки наоборот, подойти к назначенным яйцам. Задача танков будет залить в соло этих птенцов. Помогать танкам дпс не должен. И тем более не стоит дпсерам вообще бить этих птенцов. У танков будет повышенный урон по птенцам на 900%. У птенцов может быть ли состояние «Сытый», «Голодный» и «Гнев». В состоянии сытости птенец считается нормальным. В плане нанесения урона. В состоянии голода он имеет шанс попасть в другое состояние «Гнев». 20% при атаке. В состоянии гнева у птенца увеличен урон на 50% и скорость атаки также на 50%. Чтобы накормить птенца, нужно будет подводить его к червям, которых вы увидите. Всего их будет 4. Но на вовсеркл в последние трай мы видели, что если долго заливать птенцов, то могут вылезти еще 4 червя, которых также можно скормить птенцам. Скормить птенцам можно только тогда червей, когда птенцы голодные, либо в состоянии гнева. Птенцов танки могут свести вместе и ауешить по ним двум, если у танков конечно же есть клиф атаки. Если один из танков убьет раньше птенца, чем другой, то с этого первого танка, убившего птенца, скинется баф наносимого урона. То есть танк, у птенца, у которого осталось мало хп, может не добивать своего птенца, а помощь с убийством птенца другому танку. К червям лучше не подходить, никому кроме танков, так как они крутятся бесконечно на 360 и наносят при этом урон от огня. После каждой из линьек не должно оставаться лишних перьев. Пусть берут кто-либо, чтобы бегать и добро не пропадало. Скорость вам понадобится для второй фазы. После четвертой линьки все ДПС летчики должны спуститься заранее вниз. Баф полета спадают и они могут попросту разбиться. Начинается вторая фаза. Из середины вылазит огненная торнадо и по сути начинается ивент. Далеко от платформы убегать нельзя и нужно будет уклоняться от бегающих ветров. Есть несколько тактик как пережить ивент. Первое. Вы можете бегать за одним из ветерков. Смотрите под ноги, либо на полоску хп при этом, чтобы вы не теряли хп вообще. Вторая тактика. Вы можете бегать из стороны в сторону, когда ветер другой орбиты проходит мимо вас. И просто прилетать от одной орбиты к другой. То есть, как работают планеты вы знаете, что у них свои пути и так далее. Вот так же перескакивайте с одного пути планеты на другой. По сути. Третья тактика. Мазохизм. Я такой тактикой не пользовался. Предложили попросту стоять АФК все вместе и прохиливаться. При этом, по вам, будут проходить ветерки. Я таким не пользовался. Можете попробовать. Сработает, не сработает хз. Ивент составляет по сути 30 секунд из себя. Сразу после ивента, босс падает по следи платформы. Задача встать в точки, противоположные от всего рейда танка. Весь рейд должен будет сбежаться вместе и прохиливаться. У босса будет видна шкала энергии. Как только она заполнится до 50, босс станет и начнет ауешить рейд незначительным уроном. В этот момент, танк должен будет схватить босса и отвернуть от рейда. Если кто-то будет стоять рядом с танком, готовьтесь тратить БР на гения в пати. Появятся так же два друида, у которых будет каст зажигания. Они ускоряют набор энергии у босса. Желательно назначить людей, которые будут кикать касты им, чтобы фаза продлилась как можно дольше. Двух шаманов с качанными отзывками по одному кикающему слева и справа будет вполне хватать. Перед тем, как энергия босса будет набрана до сотни, танка желательно прохиливать. А танку поржаться на хп, если его неплохо вот зауронит и откинет от рейда. После того, как энергия босса наберется, первая фаза начинается сначала. Линька, друиды и так далее. Бой будет длиться, пока босс не умрет. Либо вы берсерка на боссе не будет. Босс несложный, но бой объемный по времени. Фух, ну неужели закончил? У нас расчет такой текст огромный, еще и читать пришлось. В общем, все по классике. Подписываемся на канал, нажмем колокольчики эти, чтобы получать уведомления в стримах. Ставим лайки и пишем комментарии, мол, что забыл сказать. В общем, рассказывайте друзьям, делитесь видео. И всем удачного кила феникса или сразу ли. До новых встреч на моем стриме. Всем бэбэ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok